Девушки отдыхают Голый популизм – это не только неэффективно, но и очень опасно. Все страны, где к власти приходят популисты и демагоги, у них потом бывают проблемы с безопасностью страны, а у многих целитарные потери. Никогда еще в Армении армянский народ настолько не был лишен самолюбия, как при Николе. Мы сейчас стыдимся смотреть в глаза нашим врагам и вообще в глаза всем трезвомыслящим людям. Государство не кубик Рубика, разобрал-собрал. Системы строятся очень долго, ломаются очень быстро. Тяжело вспоминать тот момент, когда в воскресное утро звонит твой друг, думая, что ты уже знаешь о начале войны, и спрашивает, звонил ли Абгар. И ты в панике пытаешься дозвониться сыну, но тщетно. Начинаешь думать, что поскольку он новобранец, то не станет участвовать в военных действиях, так как он всего два месяца служит в армии. Думаешь, что он в безопасности, поскольку по законам военного времени новобранцев должны были отозвать в тыл, подготовить их. Я часто вспоминаю наши с ним телефонные разговоры, которые были и 25-го, и 26-го числа. Особенно то, что он спросил меня, Отец, будет ли война? А я успокаивал его, что не будет никакой войны. Но война все-таки началась. 27 сентября 2020 года Армения и Азербайджан начали крупномасштабные боевые действия за Нагорный Карабах. Эти земли каждый из сторон исторически считает своими. А после развала Советского Союза годами тлеющий конфликт перерос в вооруженное противостояние. Итогом нынешней 44-дневной войны стала капитуляция, подписанная премьер-министром Пашинянов. Когда в 2018 году появилась группа людей, которая сказала, мы построим справедливое государство, где не будет коррупции, а будет равенства, большая часть населения подумала, что это именно то, за что мы боролись. И что мы имеем сегодня, спустя три года? Трагедию. Мы потеряли почти все. Мы проиграли в войне. Армия разбита. Все наши военные победы стали ничем. Я была в политических разных движениях с 2004 года, как молодежный активист. В 2013-м Пашинян послал мне интересный документ, который назывался «Гражданский договор». И там были 13 пунктов, которые были теми пунктами, близко моему сердцу. Это был тот момент переломный, что уже не хотелось быть гражданским активистом, а хотелось взять политическую ответственность и двигаться вперед. Изначально я начал поддерживать движение Николы Пашиняна, потому что он обещал создать в Армении институциональную оппозицию. То есть оппозицию, которая будет конструктивно критиковать и предлагать альтернативу. В прошествии года я понял, что, во-первых, никакого желания создавать имевое правительство и вообще конструктивно критиковать правительство Пашиняна нет. То есть мы не говорили про разные политические идеи, мы не развивали эти идеи, мы не ставили методы под эти идеи, мы не говорили народу, что как и мы будем делать, когда придем во власть, а мы просто говорили, какая плохая это власть. Серж Сарксян пытается превратить Армению в западный Азербайджан и установить власть, которая передается по наследству. В академическом смысле он был довольно слаб, в идеологическом смысле Корея был банкротом, а в тактическом смысле было очевидно, что он рассчитывает на помощь извинения. Еще до начала политической карьеры Никол Пашинян работал журналистом. В середине 90-х он сменил несколько редакций и с годами приобрел славу одного из самых скандальных политических репортеров Армении. Люди создали из Никола Мудрого, начитанного и умного персонажа, но в действительности он очень поверхностный человек. Однажды Никол позвонил мне, сказав, что пишет статью о добрососедских отношениях между странами в Европе. Он спросил, чем похожи Голландия и Нидерланды, благодаря чему им удается сохранять такие хорошие отношения друг с другом. Мне сначала показалось, что он шутит, но оказалось, что он считает, что Голландия и Нидерланды – это разные страны. Я руководил международной колонкой газеты и всего лишь наблюдая со стороны, понимал, что это поверхностный журналист, работающий на сенсациях. Мы с Николом работали почти 10 лет в самой оппозиционной газете Армении в армянское время. Я знала в 18-м году, какого человеку выдаем власть. И здесь есть большая вина нашей партии тоже, потому что наша фракция выдвигала кандидаты премьера Николой. Он никак не мог быть избран премьером. Но позиция, процветающая Армении, была такова. Кого хочет народ? В апреле 2018-го армянский народ хотел одного – перемен. Страну последние 10 лет возглавлял президент Серж Сарксян, которого обвиняли в неэффективном управлении, в коррупции и ухудшении экономической ситуации. Вопреки обещаниям не занимать руководящие посты, Сарксян остался, провел конституционную реформу и снова взял власть в свои руки, став уже премьер-министром. Это и вывело людей на улицы. Всеобщее воодушевление, охватившее общество в 2018-м году, на самом деле производило большое впечатление, перед которым трудно было устоять и не заразиться этим. Но в то же время, не так давно и не совсем хорошо зная Пашиняна, я и тогда говорил, что он хорош как оппозиционер, но не может руководить страной. Сначала никто и не говорил, что Никол Пашинян должен стать премьер-министром. Не было лозунга «Выбери Пашиняна». Был лозунг «Отверги Сержа». Когда ты их спрашивал, а что они хотят, они говорят только не Серж. Когда говоришь, какая у вас платформа, какое геополитическое видение, что делать с Карабахом, потом, потом, свергнем Сержа, дальше. И в один прекрасный день все кнопки были нажаты. Сегодня я сделаю свой шаг против третьего срока Сержа Сарксяна и против республиканской партии Армении. Началось это с Пашиняновского похода из Гюмри. Очень было похоже на приход Иисуса Христа в Иерусалим. Он со своими апостолами приходит из Гюмри и идет спасать народ армянский. Пашинян любил говорить на армянском «Дуэс, дуэс, дуэс, ты, ты, ты». Вот ты человек, который должен сделать счастливым не только себя, а все свое окружение. Если ты не придешь, вся страна будет жить плохо. Если ты не придешь сегодня на митинг, коррупционеры останутся. Борец за справедливость в потертой бейсболке и кроссовках с громкоговорителем в руке. Человек из народа, восставший против власти. Такому Пашиняну тогда поверили почти все. В разных странах применяются различные способы. Тоже коммуникации. В Армении это было сделано через Фейсбук. В Молдавии попытка была через Твиттер. В Белоруссии делается через Телеграм. В России это Ютуб и ТикТок. Мы здесь вальс! Аудитория ТикТока – это 14, 15, 16, 17 лет. Это дети, которые через 2-3 года пойдут на выборы. Просто пришел посмотреть, что тут происходит. 2014-й день, да? Но ты как-то свою позицию выражаешь тем самым или нет? Да нет. Просто пришел посмотреть, поснимать. Если их обрабатывать в этом возрасте, на выходе, к 18 годам, когда у него будет избирательный фронт, ты получишь своего сторонника. Слава выходи! Слава выходи! Все понимают, что то, что делается в России, это делается не для сегодня. А основной удар придется на 2024-й. А сколько будет ТикТокером нынешним в 2024-м? Понятно, 18-19 лет. Это уже будут полностью обработанные свои люди. Когда я провожу параллели с Россией, я просто боюсь того, что может быть, если в России к власти придет вот такой бесшабашный популист. Москва. 12 июня 2017 года. Митинг Навального согласован на проспекте Сахарова. Однако в последний момент оппозиционер призывает сторонников идти маршем в другую часть города. В итоге акция перерастает в столкновение со стражами порядка. У заграждений с дальнейшими инструкциями всех пришедших встречают волонтеры из штаба Навального. Среди них Петр Проскуркин. Естественно, огромное количество людей на том митинге приняли, винтанули. Данное мероприятие не согласовано. Сейчас Петр признается. Он понимал, что направляет людей фактически на арест. Но тогда гнал эту мысль от себя прочь. На тот момент я, во-первых, хотел, чтобы в стране стало лучше, а во-вторых, не вылететь из штаба. Петр Проскуркин был одним из охранников Навального. Сопровождал его на митингах, получал непосредственно от своего шефа все инструкции. За несколько лет работы Петр неоднократно наблюдал, как Навальный провоцировал людей выходить на несанкционированные акции. Когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переморачивать машины, поджигать фаеры или еще что-то, ребята, приходите те, кто готов поджигать фаеры или ночевать на асфальте. Я буду с вами ночевать на асфальте. Например, накануне антикоррупционного митинга на проспекте Сахарова оппозиционер призывал сторонников на так называемые гуляния. В соответствии с Конституцией Российской Федерации мы можем просто гулять. Я всех приглашаю на прогулку. Если будут задержания, мы окажем помощь, мы отойдем до СПЧ, вам выплатят деньги. По факту же помощи никакой никогда не было. В штабе у Алексея Навального я работала летом 2017 года. О своей работе Алена говорит так. Это был культ Твиттера. Волонтер, который вышел на акцию, но не сделал об этом ни одного поста. Плохой волонтер. Во время массовых беспорядков и задержаний мы разносили еду и воду задержанным по УВД. По возвращению в штаб мне устроили очень большой скандал и были крайне недовольны тем, что я не сделала никаких фотографий и не выложила ни одного поста в Твиттер о том, что мы были в таком-то, таком-то УВД и передали столько-то бутылок воды. Для Алексея, для самой компании, люди – это всего лишь пушечное мясо, которое сгоняли на митинги, которых использовали в своих целях. Мы выиграем! Наше дело правое! Мы победим! Правда всегда побеждает! Впрочем, если в Москве сгоняли только на несогласованные митинги, то в Армении молодежь Пашинян отправила на войну, которой ни он, ни его правительство попросту были не готовы. Новобранцев неопытных и необстрелянных. И пока Пашинян сидел в кабинете, вещая в фейсбуке про успехи в Нагорном Карабахе и скорую победу, на передовой под ударами дронов гибли тысячи солдат. Говорят, Никол мог остановить войну. Да, он мог ее остановить несколько раз. Но давайте скажем самое главное. Эту войну принес Никол. Это мой герой. Я просто прошу, верните тех людей, которые живее остались. Я хочу обратиться ко всем родителям погибших парней. К родителям раненых парней. К родителям плененных солдат. Мы должны объединиться, чтобы отныне решения этого государства совпадали с желаниями наших детей. Потому что они погибли. Чтобы мы жили достойно. А не для того, чтобы мы разрешали этим отребьем править Арменией. Каждый крупный человек из команды Пашиняна, он имеет свою мини-фабрику фейков, да, которая работает, его интересует ставить лайки, пишет одобрительные комментарии или нападает на тех, которые критикуют данное ведомство. И в решающий момент, когда нужно, они все объединяются вместе. Фабрика оболванивания людей работала на полную мощь. И им удалось проскочить даже тотальный провал ситуации с коронавирусом в Армении. И даже сейчас пытаются проскочить вот войну. Такое впечатление было, что война шла в Фейсбуке. Пиар такой, мы побеждаем. И это шло чуть ли не до последнего дня войны. Вот мы героически побеждаем, отступая. Вот как, это непонятно. Если кто-то что-то ставил под сомнение, сразу приходили люди, отмечали в тегах службы национальной безопасности, полицию и так далее. Все ресурсы государства были сконцентрированы на вот этой внутренней пропаганде. То есть почти до конца войны были люди, которые были абсолютно уверены в том, что мы наступаем. Айк родился 8 февраля 2002 года. В июле его призвали в армию. 27 сентября началась война. Ребенок не звонил 9 дней. Я искал Айка. Ходил в Министерство обороны, искал его командиров. Через своих знакомых нашел номер одного из них. Позвонил ему. Тот мне дал номер сержанта. Я ему позвонил, назвал имя и фамилию сына. Спросил, с ним ли Айк. Тот ответил, что да. Когда я захотел поговорить с Айком, сержант повесил трубку. После этого я снова позвонил командиру и узнал, что они попали в окружение. Мы должны в первую очередь решить проблему с нашими пленными и без вести пропавшими братьями. Поверьте, наше сердце болит так же, как и ваше. В то время, когда мой муж искал сына в Карабахе, мы и с другими родителями пошли к Пашиняну. Лично я была у него 3-4 раза. И каждый раз спрашивала, что вы думаете о ребятах, оставшихся в живых. Когда вы их выведете из лесов? Во время одной из встреч, 10 или 12 ноября, он сказал, что невозможно, чтобы в лесах оставались живые ребята. Чем бы они питались? Как бы они там продержались в этот холод? Мы чувствовали, что они живы. Просили помочь. Давайте зажжем огоньки и подарим их нашим погибшим ребятам. Нашим погибшим офицерам. Пусть свет снизойдет на их души. В последний раз, когда звонил сержант Арут, он сказал, что их осталось 21. Затем они разделились на группы. В одной было 8 человек и по 6 человек двух других. Когда вышли шестеро ребят, тогда уже стало ясно. Ребята всем СМИ сообщили, что есть еще живые. Встретились с этими ребятами. Спросили, что они ели, как бежали. Ребята обо всем рассказали. Азербайджанцы тоже узнали о том, что в лесах еще живые ребята. И опередили наших. Нашли их. Пытали и убили. Азербайджанцы поместили видео в телеграм. Мы, родители, постоянно следили за новостями, чтобы что-либо узнать о наших детях. Ведь они снимали и пленных, и убитых. И мы увидели наших детей. Дети боролись за свою жизнь. При каждой возможности они звонили и просили о помощи. Но никто на помощь им не пришел. Голод, холод, темнота. Чего только ребята не натерпелись. Но эти люди не захотели им помочь. После войны они продержались 50 дней. Все время передвигались, меняя свое расположение. Но их убило без различия наших руководителей. Почва для революции в Армении готовилась заблаговременно. И началось все с мягкой силы НКО. Если верить словарям, такие организации не имеют в качестве основной цели своей деятельности «Извлечения прибыли» и не распределяет эту прибыль между участниками. На словах так, на деле иначе. Это исполнительная власть. Суросовские члены правительства. Это террористическая группировка, которая находится под покровительством Суроса. Это их, так сказать, более легкая политическая версия в виде партии. А это группа хулиганов, которая ведет черновую работу. То, что вы видите на стене, это всего лишь 5-7%. В действительности их вербуют в сеть за деньги. Конечно, они также рассказывают определенные идейные сказки. Это происходит вместе с подачей весьма примитивной лжи. Например, говорят, хотите ли вы жить в такой счастливой и обеспеченной стране, как Америка? Тогда у нас должны быть приняты законы, как, например, такой-то закон в Соединенных Штатах Америки. И начинают вовлекать в это дело в основном молодое и необразованное поколение, поддерживая его материально. А реальные боссы, руководители, всегда остаются в тени. Нарек Малян, основатель гражданского движения ВЕТА, объявил войну местному филиалу фондов «Открытое общество». Их деятельность по всему миру финансируется американским миллиардером Джорджем Соросом. Это знак доллара. Символизирует его гранты, которые он раздает. Мы организовали очень большое, серьезное мероприятие перед офисом Сороса. И сказали, раз Сорос пришел к власти в Армении, будет несправедливо, если здесь не будет его статуи. Они делали вид, что борются за права человека, за свободу слова и иные высокие идеалы и ценности. Мотором всего этого движения были те молодежные активисты, которые годами на улицах Еревана протестовали против чего-либо. Начиная от ЛГБТ, заканчивая от зеленых. Эти команды, которые создаются, конечно же, западными фондами, они не думают, что они делают что-то плохое для своей страны. Потому что, ну, кому плохо от того, чтобы люди знали свои права или чтобы у нас был чистый воздух. С 99-го года я состояла в разных организациях. Мы работали больше там, скажем, с молодежью, по европейским программам про права человека, про гражданская активность. Но я не думала, что я создаю вот этих универсальных солдат, которые вот просто прут против системы и без мозгов. Очень сильно был прокачан Фейсбук. Страница Пашиняна была прокачана, страница Радио Свободы и страницы Соросовских ресурсов. А также была проведена скупка страниц в Фейсбуке. И было очень удивительно, что, например, странички, которые занимались продажей недвижимости, или там «Адам Щенков в добрые руки», вдруг они начинали топить за Николу Пашиняна и писать всякие посты против Сержа Саркисяна, против республиканской партии. И в один прекрасный день все спусковые крючки были нажаты, и сеть взорвалась. Число действующих в Армении общественных организаций превышает 3,5 тысячи. Но крайне важно понимать, с какой целью они действуют. Подобных фондов множество, но Сорос самый циничный. Его деятельность наиболее наглядна, и поэтому, откровенно говоря, он самый уязвимый. Структуры Сороса пришли в страну в нужный момент. После развала Советского Союза и Первой Карабахской войны в начале 90-х, Армения была в весьма бедственном положении. Фонд не скупился на помощь местным школам, университетам, библиотекам и больницам. А вскоре начал развивать и другие партнерские направления работы, вливая миллионы в развитие многочисленных правозащитных организаций, антикоррупционных комитетов и наблюдательных советов. Сразу же, конечно же, пришли западные организации с этими уже готовыми, заготовленными планами, переведенными армянский язык, и прямо с этим в школы. Они избавились от уроков армянского языка в университетах. Они избавились от истории армянской церкви в школах. А вместо этого пришло сексуальное образование детей в раннем возрасте. Как выяснилось позже, некоторые люди из окружения Никола Пашиняна сотрудничали с турецкими специалистами с тем, чтобы написать учебники по армянской истории для армянских школ, составить программы по истории армянской литературы для школ и высших учебных заведений. То есть, по сути, это было запрограммировано именно в Турции. Они хотели стереть память армянского человека, уничтожить национальное сознание армянина, параллельно убивая в армянском человеке симпатию к русскому народу. Переписанные учебники «Поддержка прав и свобод меньшинств» методичка Сороса универсальна и остается востребованной уже много лет. Для Сороса страны делятся на два типа. В одной стране он зарабатывает деньги, а в другой он их тратит. Азербайджан – это та страна, где он зарабатывает деньги. И, следовательно, его фонд там не представлен. Предположим, что он условно берет деньги оттуда, из Азербайджана. Например, 200 миллионов долларов, из которых 50 миллионов он использует в Армении, чтобы разрушить ее изнутри, разложить армию, государственную структуру. Не исключается также возможность приведения к власти своего собственного кандидата. В результате Азербайджан получает ослабленную, стоящую на коленях Армению, платит 200 миллионов долларов, из которых Сорос тратит 50, а зарабатывает 150 миллионов. Вот и вся схема. И это крайне результативная стратегия. По оценкам экспертов, до 20% фракции парламентского большинства «Мой шаг» – 88 депутатов – в разные годы работали в различных неправительственных организациях и получали гранты фонда Сороса. Между соросовцами распределены и ключевые посты в министерствах. Здесь надо выделить очень важный нюанс. Соросовцы нападают на инакомыслящего человека и начинают давить его правовыми методами. Лично против меня возбуждено 10 уголовных дел за то, что я говорил правду, шесть из которых были прекращены, а четыре уголовных дела в данный момент находятся в процессе. Тема коррупции и честных выборов – главное оружие в арсенале политиков-популистов. Июнь 2018-го – фрагмент интервью Пашиняна всего через месяц после его вступления в должность премьер-министра. Что касается вашей антикоррупционной политики, что удалось сделать? Ну, я могу сказать, что в Армении сейчас нет коррупции. За такое короткое время? Да, конечно, могут быть какие-то отдельные явления, остатки коррупционного прошлого, и мы с этим просто эффективно боремся и будем продолжать бороться. Главным флагом революции была коррупция. Но после прихода Пашиняна я бы не сказал, что коррупции стало меньше. Интересная вещь. Когда о коррупции становится известно вот сейчас, эта тема просто замалчивается. Мы сейчас придем и будем возвращать в бюджет Армении миллиард долларов в год. Простой народ от того, что вернули бюджет, он ничего не получал. Потому что все деньги пошли на премиальные депутаты правительства Пашиняны и так далее. Газ Армения получает, предположим, по 150 долларов на границе, а продает тебе по 300. Если эти 150, это ворует Север Сарксиан и еще кто-то другие. Армения получает дешевый газ из России, но из границы до дома потребителей цена газа удваивается. Пришел Пашинян, цена на газ не уменьшилась, даже увеличивается. Куда девается эта разница, нам так и не объясняют. Он получил весьма крупные кредиты из европейских стран, от очень многих лидеров. Получил политическую помощь Запада и, что в результате, у нас в Армении коррупция стала процветать еще больше, чем это было раньше, до прихода к власти Пашиняна. И сейчас она превратилась в семейную коррупцию. На уровне правительства, дилетантство и кумовство – это те слова, которые я использовал в тексте своей отставки – не позволили осуществлять реформы. Многие люди, мои коллеги, подходили ко мне на улице и говорили, как это возможно, что до революции люди, занимающие государственные должности, не могли заниматься проектированием зданий, а сейчас это позволено. Подняться удалось всему окружению Пашиняна. Тот случай, когда все средства хороши, причем в буквальном смысле, вне зависимости от их происхождения. Есть несколько дел, по которым в коррупционном скандале оказалась замешана семья Никола Пашиняна. Центральная фигура с супругой, верная соратница премьера – Анна Копян. Всю революцию она шла плечом к плечу с Пашиняном. Общественный деятель, главный редактор газеты, после победы мужа на выборах, Акопян создала сразу несколько благотворительных фондов. Она помогает детям, людям, страдающим раком и заболеваниями крови, основала движение во имя мира в Армении и на Горном Карабахе. Но именно фонды под патронажем Акопян стали инструментами, с помощью которых многие армянские олигархи смогли откупиться от преследования новых властей. Есть множество уголовных дел, по которым обвиняемые платили суммы именно фонд Анна Акопян. Никто не знает, как тратятся деньги этого фонда. Согласно слухам, которые не были опровергнуты, они купили дом в Канаде, в США. То есть те деньги, которые они получают от разных людей в результате угроз и шантажа, они тратят на свои личные нужды. Следовательно, Анна Акопян является основным действующим лицом коррупционной пирамиды Никола Пашиняна. И отмывание всех этих денег происходит через ее фонд. В Армении есть производители сигарет, которые так или иначе связаны с Пашиняном, так как он имеет политическое влияние на них. Эти люди незаконно, без армянских акцизов, отправляют эти сигареты в Россию. А из России в другую страну, чтобы продать на черном рынке. Огромную партию контрафактного табака обнаружили на борту грузового самолета, прибывшего в Воронеж из Еревана. Суть по этикеткам, все сигареты были произведены в Армении. Кстати, это уже второй крупный груз контрафактного табака из Армении за последний месяц. Нужен человек, гарантирующий, что армянские власти не станут задерживать эти сигареты. Таковым и является Шурин Никола Пашиняна, Грачи Акопян. Даже когда Россия объявила, что МЧС задержала большую партию контрабандных сигарет, он это отрицал. То есть этот человек никогда не гнушался лжи о тех, кто раскрывает его ложь. Он будет преследовать до тех пор, пока находится у власти. Хочу, чтобы россияне, прежде чем действовать, подумали бы и вспомнили, что произошло с Арменией, когда с улицы привели к власти лжеца и демагога. Непроизвольно постоянно сравниваешь Никола с Навальным, так как это тот же типаж, тот же персонаж, играющий на дешевых эмоциях. Эти люди действуют по одному и тому же сценарию. Путин и его чиновники крадут везде и на всем. На газопроводах, на олимпиадах, на лекарствах, на ЖКХ, на футболе, на школах, на детских садах. Громкими популистскими высказываниями Алексей Навальный отличался всегда. Впрочем, не только он один публикует антикоррупционные расследования. Привет, меня зовут Илья Ремесло, я юрист и член Общественной Палаты России. Еще несколько лет назад Илья запустил портал Навальный Ликс, посвященный неудобным вопросам из биографии Алексея Навального. Если говорить о схеме финансирования ФБК, то центральной фигурой является, конечно, господин Волков. Через его счета проходит первичное финансирование, и оттуда уже оно распределяется на счета штабов и идет дальше. О том, что Леонид Волков – это серый кардинал в структуре Навального, хорошо знает Виталий Сируканов. Он больше пяти лет был на руководящих должностях в команде оппозиционера. Бывший замглавы московского штаба организовывал и обеспечил юридическую поддержку на всех крупных митингах и шествиях фонда по борьбе с коррупцией. Леонид Волков – это человек, который в команде Навального отвечает за всю политическую часть. То есть человек, который выстраивает всю политическую доктрину, в том числе общается с иностранными инвесторами. Вы представляете, есть большая, огромная компания, да? По сути, президентская компания, человек хочет стать первым человеком в стране. Но все деньги абсорбирует на эту компанию один человек на свои личные счета. То есть как это вяжется с принципом открытости и прозрачности? Илья Ремесло провел собственное расследование и выяснил, что открытых источников поступления денег – три. Это биткоин-кошелек, банковские переводы на карту Леонида Волкова, а также пожертвования от населения и краудфандинг. То есть действительно люди, которые жертвуют деньги. Ну, это небольшая доля, около 30 где-то процентов белые платежи. А есть и другая часть. Выходит расследование за день до или там за день после, к нему приходит какая-то крупная сумма на биткоин-кошелек, которая там в скором времени снимается. Если у человека имеются какие-то спонсоры, которые ему огромные деньги кидают, и он отказывается сказать, кто это, ну, это как бы ставит под вопрос его вообще в целом, саму идею борьбы с коррупцией в таком виде, потому что она превращается уже в какую-то заказу. В России очень многие считают, что главное сменить власть. Неважно, кто, главное сменить власть. Это был лозунг Пашиняна. То есть любой ценой сместить Сержа. Очень многие люди, они заявляли, вот как мы Никола привели к власти, так мы его быстро сметем. Все эти люди видят, что нет, это ненормально то, что происходит, но Никола они сместить уже не могут. Надо понимать, да, что государство, государство, это не конструктор, это не кубик Рубика, разобрал, собрал. Допускать людей, которые, ну, за ними нет ничего, кроме лозунгов, это смертельно опасно. В политическом процессе, особенно, когда это происходит на улице, популизм, ну, в какой-то мере, он допустим. Ну, это, давайте считать, что это политическая технология. Но когда популизм приходит во власть и не выходит из того, кем он был на улице, и не становится государственным деятелем, страна идет назад. Громкие лозунги и голый популизм Никол Пашинян избрал и в вопросах внешней политики, будто забыв, что Армения находится во взрывоопасном регионе. И любое неосторожное высказывание здесь может привести к необратимым последствиям. Приветствую всех жителей Арцаха. Если ты загоняешь Азербайджан в тупик, да, бравадой, непродуманными заявлениями, ультрапатриотизмом. Арцах – это Армения. И точка. В конце концов, Алиеву, чтобы как-то оправдать себя в глазах своего населения, приходится объявлять войну. Несколько дней назад Алиев лично сказал, что именно Пашинян был инициатором того, чтобы они вдвоем поговорили, предприняли и спланировали решение арцахского вопроса. И как он его решил? Он решил вопрос войной и привел к поражению. Генерал-полковник Сиран Аганян – герой Первой Карабахской войны 90-х годов, министр обороны Армении в отставке. Осенью 2020-го, на второй день после начала вооруженного конфликта с Азербайджаном, он отправился в Карабах, делился своим опытом с нынешним командованием и своими глазами увидел многочисленные проблемы и просчеты. В последние два года были сокращены некоторые боевые части. Одновременная смена министра обороны и начальника главного штаба, и министра обороны Карабаха, и командующего армии обороны Карабаха. Изменения в плане закупа вооружения и военной техники не в том направлении. Во время войны выяснилось, что Никол Пашинян совершал преступления в армии. Неким Давидом Галстяном по прозвищу «Патрон Давид» было куплено оружие в три раза дороже его реальной цены. И эти деньги в виде отката оказались в кармане Никола Пашиняна. То есть при непосредственном участии Никола Пашиняна террористам было продано российское оружие, которое мы приобрели для своей армии, но оно было продано за границу. Я жительница Гадруцкого района, село Аракел. Я была в 10-м классе, когда первая война, Карабахская, началась. Ничего не осталось от наших домов. Через два года мы опять вернулись в наши места. Все заново начали создавать. Дом построили с нуля двухэтажный. Полностью готовый дом был, медаль и сад. Я просыпаюсь, занимаюсь своим обычным делом. И сразу гром над головой. Мне потом сказали, что это сбили какой-то беспилотный. Я только видела, вот черный дым над головой. И вот непонятные звуки, вот это самое не до сих пор в голове. Муж мне сказал, что давай собирайся, я тебя и мальчика отвезу на Верхнее Село. В чем была, вот так. И мальчика тоже, я ничего не одела. Муж сказал, что ничего не надо взять. Мы все равно вернемся. У меня все-таки надежда не умирала. Я видел диверсионные действия не только по всей линии соприкосновения вооруженных сил государств, но и диверсионные действия на информационном поле внутри армянского государства. То есть вбросы, которые были призваны уничтожить желание или инстинкт армян самозащищаться. Могу привести один из множества примеров, когда держащему оборону солдатам на первой линии, на передовой, сообщалось, что враг зашел с тыла. И что, по сути, держать эту линию уже не имеет смысла, что они должны отойти. Потом оказывалось, что никакого врага нет, никто за тыла не заходил. И позиции, которые покидали наши солдаты, немедленно захватывались солдатами противника. Есть два фактора, которые приводят к победе. Это солдат, и это вооружение и военная техника, и их слаженные действия. Нынешнее руководство Армении не смогло мобилизовать и людские ресурсы, и плюс к тому и военный потенциал для того, чтобы направить наши все силы на отечественную войну, на защиту Нагорного Карабаха. Николай Пашня в Фейсбуке заявил, собирайтесь в группы по 30 человек, выбирайте себе командиров, идите в ближайшую военную часть, оттуда вас отправят на фронт. Были люди, которые прямо чуть ли не с улицы собирались, выбирали незнакомого человека себе командиром, потому что у него, скажем, волосы седы, он старше всех, давай ты будешь у нас командиром. Ну, понятно, да, что с такими группами могло произойти. Многие просто не доезжали до фронта, там погибали под ударами беспилотников и так далее. Вот это такой чистейший популизм, вот сводить все к каким-то там дружинам средневековым. То, что я пережила в 90-е годы, сейчас пережили мои дети. Приехали сюда, в Ереван, вот это нам родственник нам на место, сказал, живите, пока. Все оставили дома, но мы от ничего не брали. Ни пасты, ни вещи, ни ничего не брали от тут. Никто не догадался, что так будет. Я там оставила фотографии своих детей. Вот больше всего мне жалко вот это. Я больше ни о чем не жалею. Там наши предки похоронены, наши кладбища старинные, наши памятники. Мы там оставили родину. Сейчас власти Армении пытаются все скинуть на оппозиционеров, на какие-то роковые стечения обстоятельств. Это не так. Еще в середине войны огромные территории можно было просто удержать. Война – это не только солдат, которые в окопе. Это не только офицер, который управляет солдатами. Война – это 20% окопы, 80% – это логистика, это снабжение, это перегруппировки войск. Самое главное – это мобилизация. То, что было провалено еще в первые дни войны. И да, это дипломатия, это политика, это работа на международной арене и так далее. Я вот не припомню такого случая, чтобы какой-то руководитель страны за последние 100 лет подписал капитуляцию, по сути, и продолжал бы оставаться на должности. Главная проблема бывших властей Армении – это то, что явление под названием Николу Кашиня стало возможным. Когда ты приходишь к власти, не имея ни команды, ни опыта, ни ресурсов, и, на самом деле, даже желание во что-то серьезное вникать. Это ужасно опасно, особенно для таких огромных стран, да, как Россия. Должен же быть когда-нибудь в истории России нормальный, честный президент. Я хочу стать таким. В 2017-м Алексей Навальный начал свою президентскую кампанию. Как выяснилось, это был самый грандиозный фейк, тот самый бесшабашный популизм, объявив себя кандидатом, Навальный умолчал, что по закону из-за судимости он не может идти в президенты. Я обвинял Алексея Навального и Леонида Волкова в том, что это была абсолютная профанация, что это была попытка изобразить президентскую кампанию, но под этим поводом просто заработать побольше денег, заморочить людям голову. Согласно нормам российского законодательства, Алексей Навальный, ну, не мог никак без-за своей судимости участвовать в этих выборах. Некоторые приезжали к нам даже из других стран, не то, что городов. Для того, чтобы только поставить свою подпись за Алексея. Все эти деньги, которые были и собраны, и потрачены во время избирательной кампании, думаю, что все это на совести его и его внутренних мотивов. Когда я ушел от Навального, вы не представляете, что было. Я открывал личные сообщения в Фейсбуке, в Твиттере. Это были тысячи сообщений, знаете, какого рода? Тебе конец, мы тебя повесим. Давай, жди, сейчас твоя дочка вырастет. Что называется, массовая травля. Причем она пошла не от кого-то, она пошла от самого Навального, который в своем четверговом стриме сказал, что это враг. Он там был какой-то, не знаю, шпион, меон и так далее. Нападки на тех, кто не согласен с мнением Навального, начались и в ходе громкого судебного процесса уже над самим оппозиционером. Причем инициатором травли стал опять Алексей Навальный. На скамье подсудимых он оказался сразу по нескольким делам, одно из которых связано с клеветой на ветерана Великой Отечественной. 94-летний Игнат Артеменко летом 2020-го снимался в ролике в поддержку принятия поправок в Конституцию, чем навлек на себя гнев оппозиционера. Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству. После публикации ролика Алексей Навальный обрушился с оскорблениями на его участников, публично назвав их хавуями и предателями. Там будет обязательно ветеран, они поставят какой-то заслуженный врач, спортсмен и так далее. И когда ты называешь их халуями, а я безусловно считаю халуями всех, халуями и предателями. Защищать честь фронтовика пришли несколько свидетелей, в том числе и внук ветерана. От Навального они хотели лишь одного – извинений. Навальный их не принес. Вместо этого обвинения и угрозы со стороны оппозиционера посыпались в суде уже в адрес всех родственников Артеменко. Я считаю, что вы реально просто уничтожили, что вы торгуете своим дедушам. Вы будете, блин, гореть в аду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали и используете здесь для того, чтобы делать этот вразительный, внуковый процесс. К примеру Алексея Навального последовали и его сторонники. Против семьи ветерана началась настоящая травля. Наша семья желали гореть в аду, обвиняли нас в том, что мы врём. Слили информацию о том, где я живу, мои паспортные данные. Слили информацию о моих номерах сотовых телефонов. Всё полностью. Сейчас и угрозы поступают. Инициаторов всего этого сегодня я видел в суде. Ну, война началась для меня, ну, сколько мне было лет? 14, наверное. Через 12 дней после начала войны у нас уже в деревне были немцы. Ветеран Великой Отечественной Игнат Артёменко родился в 1926-м в белорусской деревне. В годы немецкой оккупации был связным партизанского отряда. 44-го служил в Красной Армии. При форсировании Одера был ранен в ногу и позвоночник. После победы остался на военной службе. Я хочу, чтобы человек принёс извинения дедушке, принёс извинения всей нашей семье. Мне кажется, только сильный человек может сказать, что я не прав. Никогда Алексей Навальный почему-то не извиняется за своё враньё. Для него это вообще, знаете, просто идеология моего политической деятельности. Он всегда это говорил. Что бы ни случилось, какой бы фейл вы не допустили, никогда ни перед кем не извиняйтесь, потому что это принимают за слабость. В итоге суд приговорил Навального к штрафу за клевету на ветерана. А вот по старому делу охищение средств французской компании и Фраше оппозиционер получил свой первый реальный уголовный срок. Реального тюремного срока требует и в Армении для Пашиняна и его жены Анны Акопян. Именно их винят в развязывании войны, потере большей части Нагорного Карабаха и гибели тысяч армянских солдат. Еще в 2001 году Никол, сравнивая Арцах с системной игрой, пытается доказать, что мы не можем оставить эти территории. Вот цитата из его статьи. В нашей стране еще есть люди, которые питают иллюзии насчет захваченных, если хотите освобожденных, если хотите оккупированных территорий. В 2018 году в Национальном собрании он просто встал и сказал, что этой статьи не существует, что он не писал подобной статьи и что это выдумка. Он посмотрел в глаза депутатов, в глаза народа и солгал. Вот она газета «Армения сегодня», в которой напечатана эта статья. Николь Пашинян. Здесь самое важное то, что даже если бы не было этой трагедии, потери Арцаха, 5000 погибших, только за одну эту ложь он должен был подать в отставку. В другой статье Пашинян и вовсе предлагал забыть о героическом прошлом армян, перестать восхвалять собственную историю, осудить, даже проклинать предков, так как от них, по его мнению, нынешнему поколению досталось лишь негативное наследство. Мы с друзьями, например, с нынешним депутатом Наирой Заграбян, шутя говорили ему, «Никол, мы не завидуем той стране, которой ты будешь руководить». Тогда еще в самых кошмарных снах мы не могли представить, что Никол может стать руководителем Армении. Если бы знали, то точно не допустили бы, чтобы он по этой лестнице поднялся и дошел до нынешнего положения, откуда он буквально уничтожил Армению. Я была поражена, когда считавший себя свободомыслящим журналистом, чье каждое второе слово было «народ», «народная власть», во время шествия сказал армянину, который из окна назвал его предателем, «За тобой придут». Никол, придут за тобой. Весь собравшийся здесь народ, и завтра его будет еще больше. Наш один коллега, журналист, опубликовал воспоминания. Никол говорил, когда мы должны понять, что Карабах для нас головная боль. и чем раньше мы освободимся от этой головной боли, это говорил Никол Пашинян в 2007 году, тем лучше для Армении. Сегодня мы снова пришли навестить нашего Абгара. Преклоняясь перед его могилой, мы должны помолиться Богу за упокой души нашего молодого героя. Мы веками жили благодаря наследству, оставленному нашими героями. И сегодня к храбрым героям добавилось множество наших великих парней, которые кровью отстояли унаследованную от своих дедов страну. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях наш любимый одноклассник Абгар Назаря. Пожалуйста, ответь на все вопросы искренне. Три вещи, за которые тебя можно любить. Бескрайняя доброта, бескрайний ум и бескрайняя скромность. Абгар с самого первого дня был на линии фронта со своими друзьями и погиб уже 29 сентября. Но мы об этом узнали значительно позже. На тело моего сына нам выдали только 3 января. Мы еще должны выяснить, в чьей именно голове родилась мысль, что новобранцев, прослуживших всего два месяца, следовало ввести на фронт. Ведь они сражались не с азербайджанскими солдатами, а против азербайджанно-турецких ракет и дронов камикадзе. Мы решили похоронить сына в нашей деревне на родовом кладбище. Дорогие присутствующие, давайте все вместе произнесем «Отче наш» и проводим Абгара к Богу. В этом регионе снег очень редкое явление. Он очень любил снег, очень любил. Я сегодня каждую минуту, секунду слышу его слова. Когда шел снег, он отходил к окну и говорил «Вот снег». Я радовался очень. Сегодня такой день. В честь его. Мечта, которая никогда не сбудется, нет такой. Каким ты себя видишь через шесть лет? Таким же. Если не в Армении, то в какой стране ты хотел бы жить? В Карабахе. В республике Арцах. Мой сын отдал самое дорогое, что у него было. Жизнь отдал ради Родины, ради нас. В этой войне не проиграли. ни мой сын, ни другие ребята, которые погибли, проиграл, только Пашинян с его глупыми решениями и до войны, и после войны. Один только человек виновен в гибели наших сыновей. и он должен в суде в армянском Нюрнберге, который обязательно будет сказать, почему он по глупости или по предательству довел нас до этого дня. не проиграл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok